Сложно сказать точно, как давно состоялось первое театрализованное представление с участием кукол. Произошло это как минимум несколько тысячелетий назад. С тех самых пор театры кукол занимают свою нишу в культурной жизни разных стран. Причем не стоит считать, что этот вид творчества рассчитан лишь на детей. Зачастую куклы более выразительны, нежели живые актеры. Кукла, например, в отличие от человека, умеет летать. Кукла, в отличие от человека, умеет высоко подпрыгнуть. То есть она гротесково может играть, в отличие от человека. Поэтому и во взрослых спектаклях это очень интересно сейчас. Смотря какая форма, конечно, берется спектакля. Если, например, это какой-нибудь абсурд, то это вообще просто шикарный материал, это кукла. Сегодня мне предстоит познакомиться с несколькими разновидностями кукол. Начнем с простейшей, перчаточной куклы. В управлении участвуют три пальца и голос. Выразительных средств немного. Итак, мы изучаем первый тип куклы. Так называемая кукла верховая. По сути, вот эта ширма, это не самая не сцена, а вот основная рабочая область. И прямо сейчас на ней появляется мальчик-как. Думаю, нечто подобное было в детстве у каждого. И я таки управился с этой куклой. Я нашел еще одного родителя. Да, есть еще. Здравствуйте! Это можно использовать. Меня зовут Ганс. Хе-хе-хе-хе-хе. Как только заходишь за ширму, начинаются проблемы. Не вижу куклу целиком. Соответственно, я не понимаю, как она расположена, куда смотрит и так далее. Я вставал вот так, а желательно вставать вот так, чтобы я видел куклу. И повыше куклу, выше, вот уровень, и не топить, вот такой уровень. Если вы наклоняетесь этим же уровнем, наклоняетесь, вот, вот. Для чего нам руки нужны гибкие? Вот, наклоняетесь. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Как всегда, идем по пути усложнения. На очереди гопидно-тростевая кукла. Держим трости. Я вам сейчас покажу, как он может тратить. У этой куклы появляется еще одно выразительное средство – голова. С помощью так называемого гопида ей можно работать вверх-вниз, вправо и влево. Ты согласен, мальчик? Да, я согласен. А если запрокинуть голову назад? Вот так? Я могу. С головой мы разобрались? Да? Да нет, ничего мы не разобрались. Остается разобраться с руками. У куклы их две, а у меня свободна лишь одна. Но это дело опыта. Хорошо. Я сейчас поймаю оператора за камеру. Ну и в завершении работы с Ширмой попробуем взаимодействие двух персонажей. Погладим. Ну, вот так вот. Вот так вот. Смотрите на собаку, смотрите, смотрите на собаку. Вот, теперь смотрите. Переходим к другому типу кукол. Ну вот вид такой простой планшетной куклы. Вот она, видите? Располагается она на планшете. То есть актера и куклу видно. Зрители видят. Вот. Обязательно тут нужно тоже держать уровень, чтобы она была вот не такая, не такая, а стояла на ножках. Стоит на ножках. И держать правая рука – это голова, левая рука – это туловище. И вот как она, это королева, значит, у нас, да? Вот так она у нас ходит. Вот такая. То есть еще и характер надо придумывать. Обязательно. Именно актер-кукловод задает характер персонажа. То есть два в одном. И управлять, и держать образ. Кое-что получилось и у меня. Вот ты конкретно. Пойдем в буфер. Куклы бывают очень разные, даже в человеческий рост. Выразительным элементом могут стать, например, руки актера. А еще бывают куклы с человеческим лицом. Та-да-да. 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 Та-да. Как это называется еще раз? Танто-мореско. Танто-мореско, да. Она может быть двойная, да? То есть когда ногами управляет кто-то другом. А может быть и не жарная. Она может просто сидит вот так. Раз. Сидит. Да. Вот. Сидит. А. Сидела на заваренке тут недавно с парнями. Хорошо было. А так еще лучше стало. Чем сложнее кукла, тем больше актеров требуется для управления. Нередко одним персонажем играют сразу несколько кукловодов. И это крайне непросто. Друзья мои, сегодня я сделал один очень простой вывод. Во-первых, театр кукол отнюдь не только для детей, но и вполне подходит для взрослых. И здесь поднимаются весьма взрослые темы. Это первое. А второе, театр кукол это ой как непросто. И актеры-кукловоды это настоящие большие творческие личности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...